В то же время на местах о таком решении высшего административного суда по грузинским наблюдателям пока ничего не известно. Прибытие и настроение грузинских наблюдателей накануне в Донецке видел наш корреспондент Сергей Карпий. Это уже второй чартерный рейс в Белисси на борту самолета 145 грузин. Днем раньше прибыло еще 152 человека. Пока гости спускаются по трапу и проходят таможенный контроль, около 20 их земляков ожидают на выходе из аэропорта. Центр избирком запретил 2000 грузинским наблюдателям участвовать на выборах. Это половина из всего числа наблюдателей. Почему такой интерес к украинскому волеизъявлению и какова причина прибытия соотечественников не комментируют. А что за друзья прилетают? Вот друзья. У тебя нет друзей? Есть. Нет. И когда встречаешь друзей, кто-нибудь спрашивает, кого ты ждешь? Спрашивают. Не знаю такого, не слышал никогда. А что за друзья, зачем они прилетают? Много у вас друзей прилетают сюда? Я одного, что ли? Сталина Новый год встречает. Зачем приехала встречать Старый Новый год 15 января мужская грузинская делегация, гости признавались неохотно. Здравствуйте. Скажите, цель приезда в Донецк? В наблюдении за выборами. Цель церковь. Да. Почему? Вы знаете, что вообще связывает ваше появление с провокациями на выборах в стране? Вот как вы можете это прокомментировать? Не могу. У этих граждан нет удостоверений ЦИК, а значит присутствовать на участках они не могут. Среди встречающих местная власть узнала лицо грузина, который якобы участвовал в фальсификациях в 2007 году. Кого вы сегодня встречаете? Я друга встречаю. Друга? Да. Сейчас друга встречаю, приедет, кажется, и друг. Повышенное внимание к своей персоне грузинам пришлось не по себе. Возле выхода делегацию встречали автобусы. Куда поедут гости, водители не говорят. Из Грузии в Донецк всего прибыло 379 человек. Все мужчины от 25 до 45 лет, утверждают городские власти. И ожидают прибытия других граждан тоже из Грузии. Цель приезда горсовет называет одну. Для того, чтобы участвовать в провокациях и в срыве голосования на территории Донецкой области. Иностранный гость не имеет аккредитации для работы в нашей стране. Грузинский консул уверен, дело времени. Добро на участие грузин на выборах должен дать Высший административный суд. Исходя из того, что Высший административный суд будет слушать дело в апелляции части представителей ЦИКа, в течение сегодняшнего дня, включая до 12 ночи. И если за это время будет принято решение положительное для грузинской делегации, если бы мы их не привезли заранее, мы бы не успели физически их уже зарегистрированных привезти. Сергей Карпи, Владимир Конопля и Евгений Якунин. События.